Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и как видите, я сегодня без макияжа, поэтому у нас наконец-таки видео из рубрики «Делаю себе макияж мультибрендом». И сегодня у нас наконец-таки 7 Days! У меня тут много всего, как декоративная косметика, которую я сегодня буду впервые тестировать, большинство продуктов, так есть и уходовые штучки, которыми я пользовалась на протяжении какого-то времени, поэтому могу о них вам что-то, да, рассказать. Для тех, кто не знает, что за бренд такой 7 Days, он достаточно популярный, наш российский, продается на разных маркетплейсах. Вообще, изначально у них раньше были, я так понимаю, только уходовые средства, всякие масочки, шампунчики, гели для душа, а потом они начали добавлять обороты в свое производство и начали произвести декоративную косметику. У меня в постоянной косметичке раньше была вот такая неоновая зеленая палетка, я и начинала делать свои первые яркие макияжи, если включить видео полутора годовалой давности, у меня там такие яркие розовые тени на некоторых видосах, и вот это все было сделано той палеткой. Так что с декоративкой немножко знакомо, но только с тенями. Все остальное, что у меня здесь есть на столе, я ни разу не тестировала из декоративной косметики, и буду очень рада это сделать вместе с вами. Ну, а кто не видел видео из этой рубрики, обязательно посмотрите про видео Darling, Parisa, Influence, ну и различные видео форматы «Самая дешевая косметика с Wildberries». Очень такое люблю. Но мы давайте будем начинать, поехали! Вот теперь она все 100% готова, и начнем мы с вами неожиданно, а с маски. Я ее заказала на Wildberries, и большую часть косметики здесь я покупала на Wildberries именно декоративной, а уходовую мы с вами покупали в разных магазинах, а-ля магнит-косметик, что-то даже здесь из ленты. Так что имейте в виду, продукты реально продаются во многих магазинчиках. Маска достаточно прикольного формата, стоила всего лишь 70 рублей на ВБ, и я сейчас заметила, что она должна быть реально желтая. Прикиньте, не просто упаковка желтая. У нас в составе масла, росков, пшеницы, абсолют, ванили, экстракт, банана, гиалуроновая кислота и увлажняющий комплекс. Что же она делает? Придает коже упругость, увлажняет и тонизирует. Вот такие вот дела. Мне очень нравится оформление, но единственное, что меня смущает, что дат производства 2020 год, на секундочку, уже 2023, я надеюсь, срок не прошел. Не, реально, 2020. Три года с даты изготовления. То есть, ну вот буквально в этом месяце у нее уже срок проходит. Вайлдборис, у меня к тебе вопросики. Окей, но на самом деле меня смущало больше другое, что эта маска, она произведена в Китае. Ой, пахнет чисто бананом, ребят. Вообще такой аромат приятный. Вы видели, просто все начало стекать. Я не была к этому готова. Ой-ой-ой, она еще и на подкладе, кто понимает, да, о чем я? На подложке, вернее. Очень много пропитки, она вся стекает. Хоть бы что-то на лицо попало. О мой бог, ой, какая прохладненькая, ой, какая хорошенькая. И здесь, поскольку, видимо, масочка очень тоненькая, есть такая вот сеточка, которую можно снять. И будет у вас вторая маска, можете отдать ее парню. Чего-чего, но я не ожидала того, что эта маска будет настолько пропитана, что в прямом смысле она уже соскользает с моего лица. Но засчитаем это за плюс. Лекало, сами видите, какое. В принципе, достаточно удобное, но хочется как-то вот сделать вот так, чтобы оно еще лучше село, но не получается. Как будто мало места для рта. За лекало ставлю 6 баллов. Ну а теперь, пока я в этой маске, и она должна побыть на моем лице 15 минут, расскажу вам про те уходовые средства, которыми я пользуюсь и о которых я хоть что-то знаю. Начнем, пожалуй, с того, что у меня есть для лица. И первое, это вот такие вот кремы для области под глазами. У них различия не только в цвете и упаковке, и в названии. Желтенький называется коллаген, а розовенький называется гиалуроник, но у них еще и разница в текстуре. Желтенький, он имеет кремовую текстуру, которая больше питает область под глазами. И знаете, достаточно ощущается тяжеловато на глазах. Я сегодня нанесла этот крем. И знаете, мои веки такие типа, я усталь. Очень долго впитывается данный крем, но у обоих этих тюбиков есть огромный плюс. Это вот этот вот наконечник, который железный и который холодный. И им приятно очень возюкать под глазами. Даже вот сейчас я это делаю, и мне прям кайфово. Что как бы расслабляет, наверное, твою кожу, делает небольшой массаж, уходят отеки, вот это все. Как вы помните, я взяла эти крема только из-за того, что здесь были вот такие вот наконечники. В целом, крем прикольный, но я бы его, наверное, лучше рекомендовала носить вечером, но не прям перед сном, потому что ему надо прям впитаться. Но если кожа сухая, то это то, что нужно, потому что питает он очень-очень хорошо. Но нужно выждать время, чтобы он хорошо впитался. Что по поводу вот этого крема, георонового, он имеет такую текстуру как бы геля. Он сам по себе даже прозрачненький и впитывается моментально. При этом гель достаточно плотный, он не такой растекающийся, как, допустим, маски. Но им можно пользоваться в буквальном смысле каждый день. И когда я им пользуюсь, я прям чувствую этот холодок от этого наконечника. Если выбирать из зол, то нужно знать, что вам больше надо. Вот это лучше питает, а это лучше увлажняет и быстрее впитывается. Но в целом мне оба этих крема понравились. Ставлю им 8 из 10. Далее для лица у меня есть вот такой вот крем, который называется Визона с лифтинг эффектом коллаген. Его фишка в том, что здесь есть такие роллеры, как бы встроенные массажеры. И ты можешь делать вот так. Наверное, я сейчас так и поделаю. И буду чувствовать себя Белла Хадид. Слушайте, ну через маску это даже приятнее, чем на чистую кожу. В целом не могу сказать, что я в этом креме разочаровалась. Разочаровалась, но немножечко все-таки мне подпортило впечатление о нем то, что его вообще неудобно выдавливать. Вот здесь выходит сам продукт. И то есть его нужно выдавить настолько много, чтобы он сразу попал на эти роллеры, что этого как бы слишком ту мать. Поэтому я обычно его выдавливаю сначала на палец, потом наношу на лицо. И уже начинаю потом делать вот эти вот массажные движения, как бы подтягивая кожу. Но в целом, конечно, интересный продукт, побаловаться можно, но больших надежд не стоит возлагать на то, что это будет супер удобно. Что по поводу самого крема, который находится здесь, здесь 40 мл, этого очень много. Я периодически пользуюсь этим кремом, у меня, наверное, только половина израсходовалась, то, наверное, меньше, но не каждый день я им пользуюсь. Но, тем не менее, он мне понравился, хорошенький, быстро впитывается, увлажняет. Ставлю ему 8. Далее у меня есть похожая штучка, но уже для области шеи и декольте. Как видите, я все брала из линейки коллагента, по-моему, было 3 линейки. Коллаген, гиалурон и еще какая-то линейка, по-моему, зеленого цвета. Но вот коллагеновая мне прям понравилась, она такая, типа, питательная, видимо, да? Окей. У меня создалось ощущение, что здесь, что здесь, внутри одно и то же. Только здесь у нас 80 мл, а здесь 40. По-моему, там вообще абсолютно одинаковый крем, потому что по текстуре, по аромату он вообще ничем не отличается. И да, здесь абсолютно такие же массажеры. Только, повторюсь, объем больше, и это, типа, для декольте и шеи. Вот что по поводу шеи, здесь нужно быть аккуратнее. Ты, как бы, мансируешь тоже и вверх, и вниз. Но нужно видео на ютубе смотреть, как правильно делать массаж шеи. И на самом деле, если у вас какая-либо чувствительная шея, то будет не шибко приятно. Нужно прям слегка это делать. Если я лицо могу прям делать так... То шеи нужно делать все аккуратно, вот так вот нежно. В целом, интересно, разгонять, я думаю, лимфу еще вот так вот делать. Нужно ключицы, декольте. Ну, декольте можно делать тоже, но это прикольно на самом деле. Там реально лимфа разгоняется. Но вот насчет шеи это очень аккуратно. Но в целом, как бы норм, тоже 8 баллов. С лицом все. Далее у меня есть штука для тела. Вот такая вот. Это крем-корсет для тела антицеллюлитной Naked. Его фишка в том, что он опять-таки такой весь красивый. Но это мы уже все поняли. 7 Days поняли, как делать эстетику. Но здесь не в этом фишка. А в том, что здесь есть вот такие вот роллеры, которые как бы массируют свои ляжки или живот, неважно что. И ты совмещаешь проработку массажем и каким-либо средством. Два действия в одном. Ну, вы понимаете. И вот эта штука мне реально прям понравилась. Массаж получается очень нежный. Что-то прям рассчитано, я думаю, на суперчувствительную кожу. Простите, я залипла. Я не знаю, насколько реально потом снять вот этот вот... А слушайте, а это реально? А штучка-то рабочего характера. Можно стянеть вот эту насадку и потом при желании какой-нибудь кремушек другой докрутить. Мне зашло, ставлю 9 баллов. Бодзи-кремы. Честно, пользовалась только одним. Вот этим вот с черешней. Другими не успела, простите. Это у нас крем для тела. Здесь объем 300 мл. У них очень классные ароматы. И они достаточно хорошо питают кожу. Вернее, наверное, питают они не шибко круто, а вот увлажняют хорошо. То есть увлажнение идет такое. Накопительного эффекта, скорее всего. Но после похода в душ у вас кожа опять будет сухой. Ну, в целом, окей. За свои деньги, наверное, поставлю 7 баллов. Ароматы клевые. Ну и последнее, что у меня есть для тела, это вот такие вот мерцающие виртуальные чулки с эффектом загара. Честно, я их еще не использовала на ногах, но я их уже использовала на шее. И они дают очень такой нежный блеск. При этом основное количество блесток остается на ладони. Вот я буквально сегодня намазала всю зону декольте шею. Из приятного нет эффекта липкости, потому что до этого у меня были мерцающие тоже чулки. Знаете, вот этот эффект загара. Но, наверное, за чулки я бы это не назвала. А просто как легкий крем с эффектом небольшого мерцания ок. Но вот этого эффекта жидких чулок здесь нет. Также здесь удобный дозатор, но работает он почему-то через раз. Ну, в целом ок. А вот если у вас есть реально хорошие жидкие чулки, от какого-нибудь бренда любого, напишите в комментариях, что это за жидкие чулки, потому что сейчас лето, думаю, многим будет полезно. Я поставлю 9 баллов, потому что для такого продукта цена достаточно низкая. Теперь, я думаю, пришло время смывать маску, как круто. И она работала, и я работала, и, в принципе, время прошло незаметно. Я прям чувствую, как все впиталось в кожу. Нет эффекта липкости, это приятно. И чувствую, что какое-то произошло небольшое увлажнение. Ну, правда, не все впиталось, у меня много средств, вот осталось тупо на лице. В инструкции написано, что нужно умыться. Я, пожалуй, просто протру свое лицо тоником. Что хочу сказать. Маска, несмотря на то, что у нее уже практически прошел срок годности, мне понравилась. Тут много было пропитки, сыворотки. Лекала в целом ок. А что это? Это даже не маска, это салфетка. Вот маска. Лекала в целом ок, но могло бы быть получше. Ну, не забываем то, что она стоила 70 рублей. Наверное, главный ее минус, это все-таки ее срок годности. Поставлю ей, пожалуй, 7 баллов. Теперь, наконец-таки, переходим к макияжу. Вы не поверите, но у 7 Days есть база под макияж. Честно, я была удивлена. У меня в оттенке она 02, made me. А оттенок 01, она не made, а наоборот увлажняющая. То есть, она там подсвечивающая. А я, поскольку обладательница комбинированной кожи, решила, что я хочу свое лицо заматировать. Здесь 11 грамм, стоила она где-то 600 рублей. Ну что ж, давайте открывать. Ой, божечки, ну какая приятная, смотрите, штучка. Похожа на яйцо. Все напоминает о том, что Пасха. Миленько. Тут даже есть закрывашка, я уже чувствую, как это вкусно пахнет. Выколупливаем. В прямом смысле база очень плотная и похожа на кокосовое масло. Вы это видели? Какая хитрая, куда упала. По ощущениям, это очень похоже на затирку для пор. Пахнет она какими-то ягодками, скорее всего клубникой и, возможно, даже лесными ягодами. Из приятного она очень быстро впитывается. Также она действительно выравнивает немножечко именно рельеф. Но, конечно же, база не будет выравнивать как бы тон кожи. Она у меня как бы была вся такая немножко с покраснениями. Так и осталось. Но я чувствую, что поры, они так сильно не ощущаются. Как будто у меня кожа, она вся такая, знаете, гладенькая. И при этом действительно такая подсушенная, что ли, в хорошем смысле слова. Вот я провожу по ней, и я не чувствую какого-то жирного блеска или какого-то увлажнения. Хотя, по первым впечатлениям, мне казалось, что вот эта база, она такая немножко как бы маслянистая. Я думаю, ну все капец. Мне такое не зайдет. В целом, вроде бы неплохо. Я даже сейчас вижу в зеркале, что лицо матовое. Ставлю ее пока что 9 из 10. Посмотрим потом, как на ней будет держаться макияж. Теперь, внимание, тональный крем. Представляете, у Сэма Дэссис тональный крем. Про тональный крем я этот несколько раз слышала. Видела различные шорсы, что он типа очень клевый. Во-первых, у него необычная упаковка. Смотрите, с таким как бы градиентиком. Она вся такая сверкающая. В целом, мне сам тональный крем по своему виду напоминает тональный код Инфлюенс. То есть, там же такой же дозатор, такой же формат. Там тоже 30 мл. То есть, эти 30 мл. У меня в оттенке 02 Light Medium взяла средний. Всего есть три оттенка. Светлый, вот средний и потемнее. Как видите, все хорошо запаковано. Так что открываем. Также хочу отметить, что упаковка достаточно приятна, тактильна. Она как будто, знаете, такая тоже как бы бархатистая. И на Wildberries у него очень много положительных отзывов. Наносить я тональник буду вот этим спонжем из H&M. Потому что у 7DS нету спонжей. Я проверяла. Ну что ж, открываем. Первый пшик тоналки будет специально для вас. О, темновато! Но он такой как будто достаточно легкий. Вроде бы хорошо втушевывается. Пока что не вижу матового финиша. А вот проступает. Ребята, зацените. Не сказать, что он прям суперсветлый. Но это понятно, это средний тон. Ладно, давайте наносить на лицо. Надеюсь, что угадала с тоном. Возможно, нет. Во-первых, хочу сказать, что я в шоке больше от базы. Ребята, реально, какое-то количество пор вообще не видно, прикиньте. То есть, возможно, если бы я втирала еще лучше эту базу, этот праймер, то я бы затерла реально все поры. Что насчет тоналки? Цвет немножечко такой уходит для меня больше в рыжину, что ли. Но в целом для меня это окей. Я специально нанесла тон только наполовину. Хотела вам показать, как это все выглядит. В целом тон выровнялся. Выровнялся, но не могу сказать, что тоналка прям все хорошо перекрывает. То есть, здесь 100% нужен консилер. Хорошо, что он у меня есть. Прям без него никак какие-либо высыпания, либо какие-либо прыщики. Вот это вот все нужно будет перекрывать дополнительно. Но в целом тон где-то выравнивается на 70%. Я бы вот это так сказала. Покажу вам поближе, как это сейчас все вылит. То есть, здесь у меня нет тоналки вообще. И вот тоналка, да, немножечко я желтенькая. Нормально, живем-живем. Ура, ребят, все готово. Ну что хочу сказать по поводу этого тонального крема. Он достаточно легкий, у него хорошее матовое покрытие, легко ложится. Единственное, что расход достаточно большой. Несколько нажатий, наверное, на все лицо было как минимум 3 нажатия. Может быть и 4, чтобы все хорошо распределить. Но я всегда все делаю спонжами. Я не люблю кисти. И, наверное, просто спонжик съедает много средства. В целом, мне все ок. Мне хочется поставить прям 10 баллов в этом тональнике. Поставлю 9,5. Хороший. Теперь переходим к консилеру. Каково было мое удивление, когда я получила вот такую вот просто шляпу большую. Вы посмотрите, это не консилер. Это консилерище. Здесь аж 8 литров. У меня в оттенке 01, я консилеры всегда стараюсь брать самые светлые. Как видите, тут приятный такой тоже колпачок. Он такой бархатный, нежный. Причем на камере он персиковый, но в жизни он розовый. О, да, мой любимый, огромный аппликатор. У Stellar тоже есть такие большие аппликаторы. Люблю, обожаю. Так, смотрим, что по цвету. Тоже как будто немножко с желтизной, но достаточно белый. И вроде как даже... Ой, какой он плотненький. Прямо то, что надо. И с сатиновым финишем, да? Но он явно не матовый. Ну, знаете, консилер меня немножко разочаровал. Он прям сильно подчеркивает текстуру кожи. Бугарки, какие-то неровности. Но при этом он достаточно плотный и перекрывает какие-либо покраснения. Не шибко зашел. Ставлю ему, наверное, 5 из 10. Нужно смотреть, как он будет работать дальше. А теперь, внимание, история о том, как я просрала где-либо пудру от 7 Days. Она у них есть. Выглядит вот так. Или вот так, куда я тут ставлю скрин. И я ее заказала. Но у меня ее нет. Я сегодня перерывала все пакеты со своими заказами с Wildberries. Я все пересмотрела. Думаю, может быть, я ее заказала на Озоник. Нет. Ничего нету. Я ее заказывала на Wildberries. Но, видимо, я ее где-то просрала. И я ее не могу найти. Но видео мне очень хотелось снять. Поэтому пудрой мы будем пользоваться вот этой рассыпчатой от Influence. Там как раз-таки должна была быть тоже рассыпчатая. Ура! Теперь я, как белая лист бумаги, в моем случае бежевую, готова наконец-таки протестировать вот эту палетку. Многофункциональную для лица. Стоила она где-то 900 рублей. И здесь у нас будет и бронзер, и хайлайтер. Хотя хайлайтер у меня еще отдельный есть. И румяна. И она пришла у меня в таком красивом конвертике, как и многие палетки от 7 Days. Приходят именно вот так вот. Выглядит здоровски. Знаете, уже готовая подарочная упаковка. Только бантик добавил, и можно дарить. Открываем. Надеюсь, она целая. Ребята, это правда вау. Выглядит она очень красиво в таких бронзовых оттенках. Все запаковано еще в дополнительный вот такой вот пластик. С обратной стороны можно увидеть, какие у нас здесь будут цвета и их названия. Да, выглядит шикарно. Можно сказать, идеально. Еще и зеркало есть. Это у нас называется California Tan. Розовая Rosemary. Шампань. Пати бай. Вообще, вы все поняли. Если что, вот. Название. Чекайте. Пахнет практически ничем, но, возможно, легкий такой сладковатый аромат имеется. А-а-а. Вай-вай-вай-вай-вай-вай. Правда, правда, очень хорошие цвета. Мне очень нравятся. Вот единственное, вот этот вот бронзер VC Highlighter темники немножко рыжий. Ой, какое все рыженькое. Ой, какое все рыженькое. Мама миа. Зацените, пожалуйста, сводчик. По мне, скульптура немножко рыжева. Даже для меня. Хотя я очень люблю вот эти вот супертеплые оттенки в макияже. Но такое чувство, что он, правда, как йод. Продукт хорошо набирается. Не пылит. Потому что после Influence, извините, у меня триггеры. Слушайте, ну я реально превращаюсь в California Girl. Потому что все девочки у них такие, знаете, немножко прям супер загорелые с такими вот немножечко рыжеватыми макияжами. И вот как назвали, так и пошел этот пароход. Ну действительно, California Girl. Я только добавила бронзер. И посмотрите. Теперь той же кисточкой я попробую взять вот этот вот бронзер с блесками. И немножко добавим сияния на лобик. Типа у меня такое солнышко поцеловало. Короче, я хочу добавить вот этого вот темного хайлайтера вот сюда. Прям на перегородку. Но огонь, по-моему, даже борщунуло. Да, хайлайтеру я 100% ставлю лайк. Контурингу я 100% ставлю огромный лайк. Мне нравится. Да, это слишком рыжеватое, это слишком тепло. Но мне такое нравится. Просто имейте в виду, что будет вот так. Это слишком too much warm. Теперь я буду брать хайлайтер. Я его хоть уже нанесла немножко на кончик носа. Теперь попробуем нанести его немножечко на скулы. Я так сильно хотела сделать хайлайтер, что забыла про румяна. Прикиньте, обычно я по-другому делаю. Сначала румяна, потом хайлайтер. Зацените, как сияет. Ну знаете, такое очень деликатное свечение. Можно сказать легкое, потому что я уже наслаиваю этот хайлайтер, наверное. В третий слой, чтобы сияло так, как мне нравится. Очень нежный, очень классный. Хайлайтеру тоже ставлю лайк. Теперь самое интересное. Румяна. Они такого розового оттенка. Мне очень напоминают румяна, блин, от Influence, которые вот у меня были недавно. И то, что они тоже с шиммером. Ну-ка, румяшки, ну-ка не подведите. Ну-ка, ну-ка. Ой, ну смотрите, какое сияние идет нежное, да? Освежает. Я в балдеже. Вот я в максимальном балдеже. В общем, сразу говорю, идеальная палетка на лето, особенно светленьким девочкам, у которых достаточно светлый тон кожи, которые многие бронзеры. Все это темное. Вам это надо. Единственное, что меня смущает, что румяны слишком шиммерные. Они очень сильно переливаются. То есть, смотрите, это как будто второй слой хайлайтера. Мне в ней понравилось абсолютно все на 9 из 10 баллов. За исключением вот вопросы есть некие к румянам. Мне зашло. Теперь у нас наконец-таки будут либо глаза, либо брови. Наверное, сделаем брови. И для бровей я купила вот такой вот карандаш. Больше я ничего не нашла. Никакого мыла для бровей, никакого геля. Только вот был карандаш. У меня в оттенке 0,2. Здесь 0,06 грамма. Знаете, мне кажется, я реально какой-то солнечный вайп поймала сегодня, потому что такое солнце. Я все-таки сегодня солнечное. Открываем карандаш. Ну, погнали смотреть. У нас есть карандаш с вот таким вот количеством продукта. Много и крутится, и крутится. Ну, достаточно. И с другой стороны у нас есть вот такой вот ершик. Так и хочется его назвать. Я его не могу даже открыть. Все заклеено наклейкой. Ура, я ее победила. И вот такая вот щеточка. На мой взгляд, самая обычная. Я вот не знаю, что делать. Мне нужно чем-то уложить брови. Наверное, это будет мыло, потому что что-то в последнее время я подсела именно на него, а не на гель. Поэтому сейчас я почищу вместе с вами брови моим авторским способом влажной салфеткой. Для этого я беру влажную салфетку. Беру ту же щеточку с карандаша, наматываю салфетку. И убираю какие-либо попавшие частицы пудры, тонального крема, вот этого всего, чтобы брови уложились идеально. Готово. Теперь давайте смотреть, что по цвету. Я взяла опять-таки средний тон. Ну, карандаш их достаточно жестковатый. Я его прям чувствую кожей. Не могу сказать, что это хорошо или плохо, но надеюсь, что не будет сильно травмировать кожу на бровях. Цвет светлый. Вот, зацените, пожалуйста, тут в прямом эфире, так скажем, да? Чтобы уложить брови, я буду использовать вот это мыло с Influence. Ну что, все, брови уложены, вроде немножко подсохли. Теперь мы можем рисовать. Пожелайте мне удачи. Слушайте, ну рисует прям хорошо. По цвету даже подошел. Но немножко светлобатый. Вай-вай-вай, ребята. Вах-вах-вах. По-моему, такие брови у меня именно получились. Несмотря на то, что светлый карандаш получился вах-вах-вах. Хороший карандаш. Тушуется очень-очень хорошо. На коже бровей практически не ощущается. И почему-то цвет на бровях темнее, чем на коже. Рук. В общем, такие брови у меня получились. Наверное, их чуть-чуть сейчас подкорректирую. Консилером. Та-дам! Все готово. Карандашу ставлю твердые 10 баллов. Серьезно, мне очень понравилось. Очень быстро прорисовала брови. Самое главное, чтобы карандаш хорошо заколлаборировался с укладываемым средством. То есть, гелем там или мылом. С мылом все хорошо зашло. Теперь мы с вами переходим, наконец-таки, к оформлению моих глаз. Для этого у меня есть вот такая вот красивая палетка. Что же это за номер-то такой, не знаю, в общем, розовая. Также у меня есть зеленая. Спросите вы, откуда у меня столько палеток? А я покупала вот такие вот косметички. Помните, я вам на распаковках с Wildberries показывала там, где были палетки. Те же самые хайлайтеры, такие рассыпные, которые мы с вами протестируем. Тушь. В общем, в разных косметичках все было разное. И вот у меня есть и зеленая, и розовая палетка. Также у меня есть вот такая вот подводка для глаз в зеленом каком-то изумрудном цвете. Если быть точнее, это у нас оттенок. А без понятия, какой не написано. Есть еще даже такие красные блески, которые можно и на тело наносить, и на волосы. Но я их сегодня никуда не буду носить, пожалуйста, не хочу. Хотела показать, что у меня еще есть черная подводка. Не люблю. Но посмотрим, как она хотя бы выглядит, распакуем. Давайте смотреть, что по палеткам. Все они запакованы вот в такие вот дополнительные коробочки, что приятно радует. Это у нас оттенок 01 Luchery Life. Ну, действительно, Luchery. Смотрите, как все переливаются. Очень много металликов, есть и матовые оттенки. Да, вот это прям мое. Мне кажется, даже идеально подходит под мой макияж. Тут все такое бронзовое, золотистое, очень красивое. 9 оттенков, 4 из которых это матовые оттенки и 5 металликов. Все переливается достаточно хорошо. Посмотрите на сводчик, как это все выглядит. Но что-то металлики какие-то не очень пигментированные, по первым впечатлениям. Ну, а матовые очень даже хорошо. Здесь прям луха реза пахла. Еще одна палетка в оттенке 03. Rainbow Dash называется. Тут, я так полагаю, все будет немножко изумрудное. Да, оттенки, конечно, интересные. К сожалению, я не могу рискнуть и сделать себе макияж этой палеткой. Потому что все-таки в этой рубрике я делаю себе повседневные макияжи. Макияжи те, которые я буду носить в реальной жизни. Хотя тут есть три оттенка. Это такой немножечко капучино, немножечко макочино и желтый оттенок. Ими можно, в принципе, сделать что-то повседневное. Но все остальное это зеленое, изумрудное и голубое. Эти палетка чисто для меня в коллекцию. Будет лежать у меня в туалетном столике. Напоминать о том, что я могу себе и зеленый макияж делать. Ну, а мы будем использовать все-таки вот эту красотку. Она меня очень сильно интересует. Наверное, в качестве подложки я буду использовать консилер от того же Seven Days. Потому что базы под тени я не нашла от Seven Days. Правда, очень плотный консилер. Прям вообще too much. Ну что ж, делаем макияж в стиле нюд для меня на каждый день. Напоминаю, я в этой рубрике буду стараться себе всегда сделать макияж вот такой, который я бы хотела себе сделать просто на сегодня. И начнем мы, пожалуй, с вот этого оттенка. И начинаем наносить. Короче говоря, этот оттенок я буду использовать в качестве базы. Я его наношу вот прям по всей складке века. Вот так вот. Шмурик-турик, шмурик-турик, шмурик-турик. В целом он хорошо ложится. Но я испугалась, что он будет слишком пигментированный. Типа, это будет ложиться слишком ярко. Но нет. Пока что в норме. Даже вот за добавкой пришла. В общем, как-то так. В целом ложится нормально, но как будто на втором слое немножко начинает, вот знаете, пятнить. Далее я беру вот этот вот цвет. Он такой немножко даже как будто холодный. И его я буду носить, знаете, больше в внутреннюю складку глаза, если это можно так сказать. И как бы потушевать в центр и вверх. Ну, в общем, вот такие вот у меня движения странные. Вот знаете, в этой палетке вот правда не хватает какого-то супер светлого оттенка, чтобы и можно было все, так сказать, выровнять, заблюрить, как-то вот затушевать. Знаете, вот такой вот базовый светлый тон, что-то прям бежевое. Вот если бы это здесь было, то палетка была бы вообще шикарная. По-моему, я использовала всевозможные матовые оттенки, кроме коричневого. Но он мне правда не нужен. Я такими темными цветами стараюсь не пользоваться в макияже. Поэтому мы сейчас будем брать металлики. Я не знаю, что делать. Короче, ладно, я беру вот этот вот цвет, самый нижний, который нужно, знаете, так замешивать, потому что он там зебра такая. И наношу его во внутренний уголок. Вернее, во внешний. Фига, он бронзовый. Вот это я понимаю. Сравните матовый глаз и уже какой, извините меня, переливающийся и сверкающий. В общем, как-то вот так получается. Не могу сказать, что это самая классная палетка. Меня очень сильно смущают вот эти вот металлические оттенки. Они правда как будто одинаковые. И какого-то градиентика сделать, какого-то переходика. Так, поближе сейчас вам покажу свои глаза, чтобы вы их могли видеть, посмотреть, как я там все сделала. Но в целом вроде бы окей. В общем-то, у меня есть еще вот такая подводка зеленая. Я не знаю, что мне с ней делать, правда. О, это даже здесь не кисть, здесь аппликатор, чтобы вы понимали. Я думала, может быть, ее куда-нибудь добавить, что-либо сделать. А я сделаю, знаете что? Вот вы сейчас офигеете. Я сделаю точечку вот здесь вот. Опускаемся ниже и под веком делаем точечку такую вот. Оп, оп. И подводку использовала. Так, то же самое делаю. Всегда один глаз нормально, сделаешь другой, блин, не идеально. Ну что, ребят, все готово. Такие точечки себе поставила. Я слышала много раз, что такой приемчик дает эффект увеличения глаз, когда такие точки делаешь. Кстати, говоря о черной подводке, давайте ее распакуем. Если что, она у меня была в косметичке. Сколько она стоит в отдельном формате, я точно не знаю, но вставлю, сколько она вот продается на маркетплейсах, по какой цене. Ё-моё, это гель для бровей, прозрачный с черным лайнером. А что они молчали? Я думаю, это подводка для глаз. Сказать, что я удивлена, это ну ничего не сказать. То есть здесь у нас прозрачный гель. Какой-то просто мега продукт. А здесь подводка. Это же нонсенс. Это что такое? Это что за коллаборация продуктов? У геля очень тоненькая щеточка. Ну давайте попробуем, что ли, хотя бы причешем брови. Такие щеточки либо прям хорошо-хорошо, либо плохо-плохо. Вот это хорошо-хорошо. Вот тут не забываем, да, что у меня еще мыло на бровях. Теперь смотрим, что насчет подводки. Она такая, знаете, как будто не шибко ярко-черная. Немножко полупрозрачная. Но при этом очень тоненько рисует. Очень можно тоненькие линии делать. А теперь переходим, наконец-таки, к ресничкам. У меня есть такая вот суперкрасивая тушь. Очень похожая на предыдущую, да, упаковку красную. Она такая пухленькая, такая толстенькая. Это у нас тушь для ресниц, черная, объем пуш-ап. Здесь 8 мл, оттенок 01 black. Чувствую, щеточка будет. Ой, ребята, какая щеточка. Какая же она большая и пушистая. Пахнет она корицей и тушью. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас будет за суперобъем на ресничках. Она очень жидкая. Физуально покажу вам накрашенный глаз, так сказать, после и вот до. Подойду поближе. Мне понравился эффект того, что тушь вообще не склеивает ресницы. То есть от слова совсем. Комочков тоже она не делает. Это тоже огромнейший плюс. Единственное, что мне кажется, не такой уж прям вау объем она дает. Но в то же время, извиня на то, что это объемная тушь, она как бы дает небольшое удлинение. Тарам, все готово. Из приятного эту тушь можно реально наслаивать и наслаивать. Тем я сейчас и занималась. И вот такой вот эффект у меня получился. Пока что я чувствую, что на моих глазах что-то есть. Надеюсь, что сейчас тушь подсохнет и все будет окей. Ставлю ей 9 баллов. Вот в косметичку с удовольствием кину. Забыла сказать по поводу палетки для глаз. Я поставлю где-то 6 баллов. Ни рыбы, ни мяса. Вроде бы ок, пойдет на каждый день. Но не так, чтобы вот прям вау. Теперь я хочу добавить немножечко блеска. Вернее, уже множечко, потому что немножечко блеска есть. Ведь у меня есть вот два таких хайлайтера. Они оба в оттеночке 03. Они у меня были в косметичках. Я их как бы не выбирала, поэтому оттенки у меня одинаковые. Они оба открыты, поэтому берем любой. Это вот такая вот помпочка-штучка. Тут очень много сухого продукта. Здесь у нас есть зеркало. Вот так вот открываем. И здесь вот такая пуховочка, представляете? И вот ты вот так делаешь. И смотрите, смотрите, смотрите. Просто хайлайтер сыпется, сыпется, сыпется. Надеюсь, вы увидели этот эффект. Ребята, какое нежное свечение получается, правда. Но наносится, честно, плоховато. Я думала, это будет как-то погуще, что ли, смотреться в плане блесток. Типа сияние будет более выраженное. Но нет. Вот на носу она стала явно выраженным. Очень сильно, правда, пылит. Прямо чересчур. Ну что ж, я все больше и больше похожа на California Gel. И сейчас, как завершение, у нас будет макияж губ. У меня нету карандаша. У меня нету какой-либо прям помады, в нашем понимании. Нету блеска. Но зато у меня есть вот такой вот тинт для губ. Внимание, желтого цвета. Я не знаю, почему я купила его. Но я решила взять желтый оттенок. Называется 02 Miracle Pink. Возможно, я взяла не желтый тинт. Возможно, розовый. Вот так вот выглядит эта красота. Такая коробочка. Но это еще не все. Также у меня есть вот такой вот многофункциональный продукт, который называется мерцающая помада в оттеночке 04. По сути, это можно использовать и как хайлайтер, и как помаду. Все это находится вот в таком вот стике и имеет приятную текстуру вазелина. Эта штука очень вкусно пахнет кокосом и ванилью. Но я вот нанесла на тоналку. Это выглядит странно. Макияж Paris Hilton готов. Все, ребят, тоналки на моих губах нету. Сейчас будем раскрывать вот этот вот пигмент для губ. Ой, какая прелесть. Посмотрите, он в форме сердечка. Он серьезно в форме сердечка. И при этом, знаете, в итоге не желтый, не розовый, а какой-то оранжевый. По ощущениям, это масло. Но это выглядит как самый дешевый тинт с Вайлборис за 60-70 рублей. Вот именно по цвету. Да. Губы подкачали. Теперь, чтобы зафиксировать макияж, делаем вот так. Распускаем локоны. Этот тинт, он достаточно увлажняющий. Он вообще не чувствуется на губах. Мне кажется, цвет too much, но я думаю, что для подростков, все-таки, наверное, подростковая косметика, это прям идеально. То есть, сочные губки, такие ягодные, такие... Для меня это просто не мой формат. Но в целом, мне штучка понравилась. Очень приятное ощущение. Она и пахнет приятно. Хочу поступить по-своему и добавить карандаш для губ. Я не могу. Мне плохо без карандаша. Буду использовать вот такую вот пупу. Оттенки 006. Как видите, просто добавила немножечко контура. И все. То есть, я даже не стала сильно заполнять карандашом губы так, чисто, чтобы было. И вот, внимание, сверху мы добавим продукт от 7 Days. Вот этот вот пигмент с блесками. Мерцающую помаду. Я думаю, хорошо будет сочетаться. Такая несостыковочка. Просто наверху все такое теплое, золотое, бронзовое. И снизу на губах такие фиолетовые переливы. Ну вот, теперь я считаю макияж завершенный. Посмотрите, как мои губки выглядят сейчас с этой мерцающей помадой на карандаше. По-моему, прикольно. Но в целом, мой макияж вблизи выглядит как-то вот так. Хочется сделать вот так вот. Похоже я на California Girl, пишем в комментариях. В целом, мне понравилось. Вот меня губы смущают больше всего. Как будто они вот в общую гамму вот эту вообще не вписываются. Но в целом, что есть, то есть. Оцениваем мой макияж в комментариях. Я попытаюсь это исправить блеском. Другим. Я сделала еще хуже, но я правда пыталась. Вот теперь точно оцениваем мой макияж в комментариях по 10-бальной шкале. Что вам больше всего нравится из того, что я сделала, что вообще не нравится. Что бы вы мне могли порекомендовать. Все в таком духе. В общем, все пишем в комментариях. А теперь моя любимая часть видео. Что мне прям супер-пупер-мега понравилось из того, чтобы я вот с удовольствием кинула в свою косметичку. И что я сделаю. В топе у меня, конечно же, она база. Либо же праймер. Он меня настолько сильно впечатлил. Он так хорошо заблюрил мои поры, что я в восторге. Также мне очень сильно понравился тональный крем. Тоже ему ставлю огромный лайк. И вот эта палетка. Это топ-3 средств от 7 Days, которые я сегодня затестировала. Которые мне прям зашли. Которые я кину в свою косметичку прямо сейчас. И буду ими пользоваться. Что не зашло. Это консилер. Наверное, тинт. Все-таки не очень зашло. Ну и не совсем я поняла палетку. Но она как бы норм. Самое главное, что у нас есть топ-3. В общем, буду рада любым вашим комментариям внизу к этому видео. Скорее пишите в комментариях, какой мне бренд в следующий раз купить. И сделать только и макияж. Что вы уже использовали от бренда 7 Days из декоративки. Что уже использовали из уходовой косметики. Что вам понравилось, что вам не понравилось. Короче, все пишите. Все буду читать. И у кого была пудра от 7 Days, напишите в комментариях, какая она. Классная или нет. Много ли я потеряла, что я ее потеряла. Или типа, ну и к лучшему. Ну на этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всех люблю. Целую. Желаю вам прекрасного солнечного настроения. Чтобы все ваши макияжи у вас всегда получались. И всегда были такими, какими вы их видите. Чтобы вообще у вас все было супер круто. Люблю. Пока.